МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О тех, кто сам может создать целый мир или быть проводником в мир искусства. Так совсем недавно в нашей стране появилась профессия, благодаря которой люди незрячие и даже слепые могут понять, что показывают в кино или что происходит на сцене во время спектакля. Профессия редкая. Тифлокомментатор. Мы с вами находимся в Большом зале театра. Это просторное помещение, выполненное в форме классической итальянской подковы. Незатейливые колонны, балконы и оркестровая яма по форме напоминающей чаши. Все это светло-песочного цвета. Зал вмещает в себя 1356 мест. Освещается зал софитами на потолке и вертикальными лампами на стенах. Зал и сцену разделяют падога светлого цвета и завершают пространство тяжелой темно-красной занавеси. Немного об опере. Знакомьтесь, Мария Антонова. Человек на сегодняшний день редчайшей профессии. Тифлокомментатор. Тифло переводится с греческого языка как «слепой». Тифлокомментирование – это словесное описание визуальных образов спектакля, фильма или телепередачи для незрячих и слабовидящих людей. Нас сейчас не так много в этой стране, около 30 человек. И все мы занимаемся тем, что создаем специальные тексты, пояснения для произведения искусства в театре, в кино и вот как я сегодня в опере. Это происходит таким образом. Вы можете видеть, я подготовила текст, комментарий по специальной технической записи, которая была предоставлена заранее театром. Опираясь на нее, исходя из того, что я уже имею, из подготовленного текста, я буду его читать. Возможно, будет какая-то импровизация, в случае, если будут импровизировать артисты. Но чаще всего в опере это не происходит, в отличие от постановок драматических. Поэтому я надеюсь, что пройдет гладко, без стучка и без задоринки. В этот вечер на приморской сцене Мариинки дают травиату Джузеппе Верди. Опера, знакомая многим, исполняется на итальянском языке. Сложность оперы заключается именно в этом, потому что, как вы понимаете, итальянским языком я еще не овладела. У меня есть либретта в переводе на русском языке. И какие-то вещи мне приходится догадываться по смыслу или чисто интуитивно. То есть я слушаю арию, понимаю, где она заканчивается как-то интуитивно, и там вставляю свой комментарий. Пожалуй, сложность заключается еще и в том, что у слабовидящих и слепых людей нет возможности читать русские субтитры, которые будут читать остальные зрители. И в этом смысле для меня это тоже дополнительная нагрузка, потому что я не смогу предоставить им полный объем титров перевода на русский язык. И я вынуждена делать небольшие выжимки из арии, краткое содержание арии. Надеюсь, что у меня это получилось. Это такой, скажем так, авторский эксперимент. Уважаемые дамы и господа, был дан первый звонок. Был дан первый звонок. Дамы и джентльмены, это был первый звонок. Я уже заволнуюсь. Полупрозрачная ткань с изображением театрального зала медленно ползет вверх. Открывается декорация гостиной. С двух сторон сцены стоят колонны, на которых полотна с изображением обнаженной натуры. С потолка свисают плотные шторы ламбрикены. У колонн в ряд стоят деревянные стулья. Из-за них выходят официанты с бокалами на подносах. Из-за кулис в центр сцены выходят нарядные дамы и кавалеры. Виолетта поворачивается к гостям, приветствует их. Все удаляются, Виолетта остается одна. Звучит ария Виолетты. Уже ли в душу мне слова его запали? Уже ли любовь зажглась и в сердце? Виолетта садится на стул и продолжает. Не ты ли мне в тиши ночной являлся? Завершая арию словами безумный бред, к чему мечты пустые. Виолетта, подхватив подол, весело направляется вглубь сцены, раскидывает туфли один за другим и возвращается к центру, пританцовывая. Это без преувеличения был самый необыкновенный спектакль в этом зале. Опера, которую в полном смысле слова увидели люди, которые до сих пор даже не представляли, как это может быть. Виолетта убегает, занавес опускается. Я вообще-то слушаю голоса. Голоса замечательные. Для нас это как бы необходимо. И то, что вот первоначально нам первую картину прокомментировали, поэтому все понятно, что кто поет, о чем поет, где они там находятся, что это бал, и все плохо кому стало. Ну, понятно, в общем. Я для себя открыла прекрасную, чудесную музыку. Я просто сейчас окунулась в мир настоящего искусства. Мало того, что музыку, музыку ее можно и так слушать, да. Ну, как рассказывали, кто подходит. Ну, все действия на сцене. И вот такое ощущение, что я сижу и вижу все, что происходит на сцене. Это, конечно, уникальная возможность стать проводником для другого человека в мир искусства, который до этого ему был недоступен. Она, когда ты думаешь об этом и думаешь о своей значимости для этих людей, это такое очень специальное ощущение, да, которое придает силы и желание, и стремление делать больше, комментировать, брать разные направления. Мне сейчас очень интересно пробовать оперу. В следующий раз, может быть, я возьму какой-то спортивный матч или, может быть, какое-то цирковое представление. Там тоже люди нуждаются в описании, в тифлокомментировании. Конечно, это большая, я скажу, честь, но и радость. То есть рассказывать своими словами, делиться своим собственным взглядом с другим человеком, который благодаря тебе может открыть для себя сегодня что-то новое. Художник – это даже не профессия, это образ жизни, это умение показать мир через призму своего восприятия. Это особый дар – зафиксировать на холсте жизнь такой, какая она есть. Образы, детали, факты. Благодаря художникам сегодня мы можем вспомнить то, чем когда-то гордились, что являлось достоянием Родины. Сегодня в коллекции Приморской государственной картины галереи хранятся шедевры выдающихся мастеров. Картины, которые рассказывают, как жили, как трудились и какие профессии были в почете. Степан Федорович Орефин – это художник, очень хорошо известный в Приморье. И он известен в разных кругах. Он известен как прекрасный портретист, и автор великолепных, чудных натюрмортов, и как очень серьезный театральный художник. Последние годы жизни он посвятил работе в театре имени Горького. И там оставил свой заметный след. И надо сказать, что в его наследии, которое хранится у нас, очень много портретов. И они характеризуются вот таким очень внимательным, очень тщательным подходом к модели, к изображению каждый раз по-новому того, что ему приходится показывать зрителям. И в данном случае мы видим молодую станочницу, как называли таких рабочих, которые на станках. Вероятно, по-моему, у нее токарный станок. И она, посмотрите, как внимательно, эта молоденькая девочка, вчерашняя еще школьница, смотрит над тем, как работает ее станок. Деталь должна быть абсолютно точной. И вся она направлена, все ее внимание направлено на эту деталь. И даже в самой постановке фигуры, в том, как руки ее расположены, мы чувствуем и угадываем, и как бы видим это ее напряжение. Мы видим обстановку цеха, достаточно светлое помещение. На окне, по-моему, стоят картины. Возможно, это и Арефин поставил свои картины, пока ее писал. На стенке, вероятно, какая-то картинка интересная, девушка молодая, она интересуется очень многими сторонами жизни. И по цветовой гамме, собственно, здесь основной цвет темный, черный с серым, желтенькая косыночка у нее, на груди красный платочек. И очень вся эта картина залита солнечным светом из большого окна. То есть, в отличие от того, как изображали художники-бередвижники и человека труда, когда это такое нагнетение черного, негативного, то труд в советский период прославлялся именно как радостный труд. Труд, который знает, трудящийся знает, зачем он трудится, для хорошей какой цели, и поэтому старается быть, выполнить свою деталь самым точным образом. Городом Горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга жена. Ивана Васильевича Рыбачука, народного, единственного народного художника во всей истории приморского искусства, конечно же, все знают. Это замечательный художник, замечательный человек, это человек, который как бы своим авторитетом поддерживал приморскую организацию на протяжении многих и многих лет. И его творческое наследие очень хорошо представлено в нашей картинной галерее. Самым разнообразным жанровым разбросом. И, конечно же, портретная галерея картин Рыбачука очень хороша и разнообразна. Надо сказать, что работу, которую мы сегодня вам хотим показать, это портрет гарпунера Кура Магомедова, редко экспонировалась почему-то вот у нас, и поэтому мы ее с особым интересом сегодня рассматриваем. Смотрите на его лицо, посмотрите, как он обветрен, как он спокоен, как он достойный, какой у него цепкий взгляд. И бинокль в руках. Вот его одна, так сказать, деталь, с которой он всегда не расстается. Это бинокль. С его помощью он выслеживает кита, он его видит, а затем он становится в гарпунной пушке, и ему нужно выстрелить так, чтобы загарпунить кита и добыть его. А потом вся вот эта огромная весь коллектив китобойной базы будет разделывать этого кита, потом рыба-обработчицы будут и раскладывать его по различным там продукции, да, замораживать. То есть от этого идет вся работа всей китобойной фазы. База, но самый главный человек, это именно гарпунер. И много нам, к сожалению, узнать пока не удалось об этой фамилии, но в принципе существует такой миф, что это самый известный гарпунер. То есть у него был очень зоркий глаз, и он очень много добыл китов. И понимаете, вот сама профессия гарпунера, это же очень суровое дело. Посмотрите, какой мощный мазок. И даже в самой пластике этого портрета чувствуется вот эта сила, уверенность и решительность сделать свое дело тоже очень хорошо. То есть главное, что мы даже по этим двум работам видим, что художники запечатлевали в своих моделях прежде всего вот эту вот решимость идти дальше в своей профессии, развиваться и делать ее самым наилучшим образом. А в следующей программе мы расскажем о профессии, о которой так много сказано и сняты. И тем не менее, до сих пор она является самой загадочной и таинственной. Что значит служить балету? Как попадают в мир искусство? Об этом в следующей программе, и это будет культурно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова